Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Отгремели последние звонки и уже вручены аттестаты вчерашним школьникам. Впереди у них большой путь, совсем немного времени, чтобы определиться с выбором профессии. Что касается студентов, здесь проще. С выбором они уже определились, осталось решить, где именно их полученные знания будут полезны. А выбор, как известно, есть всегда. Алроса ежегодно принимает на практику студентов, обучающихся по разным специальностям. И сегодня в нашей беседе мы поговорим о том, каково практиковаться в компании, которая является мировым лидером алмазодобывающей отрасли, и не только об этом. Встречайте гостей Юлия Брусенская, эксперт направления профориентации работы с молодежью корпоративного университета, и Татьяна Петракова, стажер юрцентра Алроса. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну и беседу нашу начнем, собственно, с тех, без кого производственная практика была бы невозможна. Со студентов, точнее, с их количества, вот сейчас, июнь. Закончился июнь, июль наступил. Сколько студентов сейчас? Ну, у нас уже практику сейчас на производственных площадках компании проходит 300 студентов. 300 студентов. А до этого еще потом сколько-то студентов появится? Около 500, точнее, прошу прощения, еще студентов должны прибыть на производственную площадку компанию и пройти практику. Это в течение лета? Да. А вообще какие сроки есть у практики? То есть какие-то сезоны, зимний сезон, весной, летом, осенью, в любое время года? Ну, основная практика для студентов высших учебных заведений – это в летний период. Они практику проходят до двух месяцев, а иногда даже остаются на три месяца для того, чтобы больше погрузиться в свою специальность. То есть этим летом со всех уголков нашей необъятной страны около 800 студентов посетят не только город мирный, но и ознакомятся с профессиями, которые, в общем-то, они на себя примеряют на будущее. А вот правда, что это, я так сказал, не уточнив, со всех уголков России, то есть с любого университета практически? Да, все правильно. С любой точки нашей Российской Федерации ребята могут прийти и пройти практику в компании «Алроса» с учетом востребованности его направления. Вот о направлениях поговорим. По каким направлениям идет практика? На каких предприятиях могут работать студенты? Ведь это не только промышленность, связанная там с «Алмазом» непосредственно. Ну, если брать в общем, про компанию понятное дело, что производственные наши объекты, ГОКи, да, ребята там проходят практику. Также в полях Вилюйская георазведка, ну и, конечно же, также и другими работами они занимаются. Институт Якутни про «Алмаз», там же ребята также проходят практику. Это промышленное гражданское строительство. Ну и, конечно же, наш юридический центр, там тоже ребята проходят практику. Вот у нас как раз Татьяна, представитель стажеров юрцентра «Алроса». Давайте с вами поговорим. Вы где учитесь? Да, еще раз добрый день. Я учусь в Омском государственном университете имени Федора Михайловича Достоевского на третьем курсе направления юриспруденция. Хотелось бы, еще отметить, что из Сибири очень необычно оказаться в мирном. Из Сибири, да. Вы представляете, Сибирь, тут необъятную, замечательную географическую точку на нашей стране. И вот здесь оказались. А как вы попали на практику «Алроса»? Это случайность или осознанный выбор? Во-первых, хотелось бы отметить, что о группе компании «Алроса» на сегодняшний день уже слышал практически каждый. Во-вторых, меня привлек именно сам вот этот вот центр, то есть город Мирный. Ранее из одной из телепередач я узнала о кимберлитовой трубке «Мир», которая как раз находится в Мирном. И, соответственно, появился вот определенный интерес ознакомиться с тем, как происходит вообще на практике вот эта вот вся специфика работы непосредственно «Алроса». Да, но специфика работы заключается в трубках, в алмазодобыче, но у вас ведь иное направление. Это юриспруденция? Я считаю, что так или иначе юриспруденция касается всех этих вопросов. Да, действительно, мы работаем с нормативно-правовыми актами, с правовой базой, где-то именно договоры. Но так или иначе, безусловно, вот этих вот моментов производственных мы касаемся, потому что никто не отменяет производственные моменты, которые необходимо регулировать с точки зрения действующего законодательства. Вы сейчас так говорите, договоры оформляем вот так вот все серьезно, ну, как взрослые, да, практически. Я думал, что задача стажера, ну, как бы вот так вот смотреть издалека на то, что делают более опытные коллеги, которые непосредственно работают в компании. Ну, если по возможности получится, то повторить. Вы же прямо действительно заключаете какие-то договоры, что-то там делаете. Вот как вот на настоящей работе? Система наставничества, безусловно, присутствует. Это огромный плюс в Алросе. Хотелось бы отметить, что из юридического центра, в котором я нахожусь два дня, то есть фактически вот у нас практика с понедельника началась, мы ознакомились со всей нормативно-правовой базой Алросы. Дочерние компании изучили положения, регулирующие судебно-претензионную деятельность. Кроме того, ряд договоров нам действительно уже дали для ознакомления. Мы изучили претензионный порядок о взыскании, исковые заявления. То есть мне очень нравится наш юридический центр и наставники, которые нас курируют. Буквально сегодня, в начале рабочего дня, два часа, непосредственно наш наставник ознакомливался с деятельностью от и до. И очень приятно, что присутствует вот этот вот момент, когда тебя действительно хотят посвятить в эту деятельность. То есть делается это от чистого сердца, скажем так, компании. Заметили, как Татьяна сказала, наш юридический центр. Это очень радует. Но вернемся в тот момент, когда вы попали все-таки на практику Валроса. Вы сказали, что видели телепередачу о кембритовой трубке. Вас все это заинтересовало. Но, тем не менее, вы отправляли какую-то заявку. Или же приходили так называемые вербовщики. Или по какой-то другой причине. Вы же как-то оказались здесь в итоге? Конкретно я попала в рамках конкурсного отбора. То есть представитель из юридического центра в рамках, безусловно, нашего направления, юриспруденции. Выезжал по Российской Федерации, в частности, в университеты нашей необъятной страны. Я знаю, что сейчас со мной практику параллельно проходят студенты из Иркутского государственного университета и Новосибирского государственного университета. То есть все практиканты здесь в результате вот этого конкурсного отбора. У нас действительно был тест, включающий в себя программу гражданского права, особенной части гражданского процесса, ну и, безусловно, всей нормативно-правовой базы. То есть мы действительно что-то из себя представляем, если так можно сказать. То есть это не так просто. Поднял руку и сказал, я поеду на север. Нет, там есть конкурсный отбор определенный, чтобы знания, в общем-то, соответствовали для стажеров алмазодобывающей компании, крупнейшей в мире. Но, тем не менее, вам нужно было сюда как-то приехать, где-то устроиться. Вы, кстати, Омск представляете, именно институт университета имени Достоевского только вот одна. Да, в результате конкурсного отбора всего требовалось 6 человек конкретно в город Мирный. И так как происходит разделение, 3 в этом месяце и 3 практиканта в следующем месяце, то я из университета действительно одна, хотя на конкурс приходило нас более 15 человек, то есть жесткий конкурсный отбор. Ну и вот общее впечатление, я так понял, вам нравится город Мирный. То есть все равно есть же такая разница. Это Омск, сколько там населения? Миллионник городов. Миллионник городов уже, да. Ну а в Мирном около 40 тысяч. И был ли какой-то такой диссонанс, это климатизация в плане менталитета и всего такого? Мне на самом деле очень понравился город. Из того, что мы уже видели, наблюдали, это и большое количество различных организаций, то есть в плане производственных. Производственные – это, в первую очередь, рабочие места. То есть город действительно развивается. Плюс ко всему мы уже посетили Кимберлит, прекрасный тренажерный зал. В планах еще посетить Мирненский театр. Кроме того, из изучения Дубльгиса некоторые места еще привлекли. Это городской парк, мы уже сходили на фонтан. То есть природа, на самом деле, довольно-таки совпадает с Омской. То есть температурный режим абсолютно идентичный. Летом. Летом, да, безусловно, летом. Ну и хотелось бы отметить, что в целом природа очень приятная, воздух. То есть как бы, ну и самое главное, самый ценный ресурс – это люди. И сколько мы запутывались, спрашивали нам с радостью, помогали. То есть это, безусловно, очень приятно. Да, у нас такой город, у нас такие люди. Мне кажется, компания делает еще и все возможное, чтобы заинтересовать потенциальных сотрудников не только работой, но и досугом каким-то. Вот я, Юлия Владимировна, слышал о таком проекте, как профпробы. Вот что это такое? Да, расскажу. Мы в прошлом году еще задумали этот проект и начали его реализовывать. Мы понимаем, что ребята приезжают из других регионов, они ни с кем не знакомы. Ну, получается, что они остаются здесь одни. И мы запустили проект совместно с молодыми специалистами. В рамках этого проекта проходит, скажем так, социокультурная адаптация, где ребят ждут экскурсии, настольные игры, полезные связи и другие различные интерактивы, которые позволяют познакомиться с молодыми специалистами, потому что этот проект для студентов, но мы привлекаем молодых специалистов, потому что кто, как не они, могут рассказать о жизни, скажем так, в Якутии. Ну, это очень интересно, потому что молодые специалисты – особая категория. Это люди до 35 лет, ну, только по паспорту, конечно, на самом деле их гораздо больше. И можем от себя сказать, что постоянно уделяется им огромное внимание, досугу, в частности, чтобы не было скучно, чтобы было интересно после таких вот бурных выходных прийти, обсудить в первой половине дня, а уже потом работать. Ну, а если вдруг нас будут слушать потенциальные студенты, будущие практиканты, они так задумываются, нужно же билеты в Якутию далеко лететь, наверное, дорого, нужно снимать квартиру или покупать квартиру. Что делать? Как вот в этом плане помогает компания? Ну, если брать ребят, которые приезжают, компания компенсирует проезд к месту практики и обратно, предоставляет комфортабельное общежитие. Татьяна, я уже поспрашивала, как ей условия, все ли ей понравилось, она говорит, очень комфортно и приятные люди. Ну, и также, ну, самое главное, конечно же, это практика. Практика, еще раз практика. Я считаю, что всегда нужно оставаться позитивным человеком и во всем плохом видеть исключительно хорошие моменты, поэтому, к сожалению, с чем-то негативным я пока еще не столкнулась и не могу прокомментировать этот вопрос. Так вот, если вдруг кто-то заинтересуется из потенциальных работников, а ныне студентов производственной практики в компании, куда обратиться? Как подать документы, может быть, с кем-то связаться, позвонить на почту ICQ или... Да, если ребята захотели пройти практику, вдруг это неожиданно им пришло в голову, то можете написать на молодежь собакаалроса.ру, и мы вам обязательно ответим. Большое спасибо вам за беседу. Сегодня мы узнали несколько больше о производственной практике и в целом о перспективах работы в алмазодобывающей компании, а все благодаря Юлии Брусенской, эксперту направления профориентации работы с молодежью. И у нас в гостях была Татьяна Петракова, стажер юрцентра Алроса из славного города Омска. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам.